Дорогие друзья, есть такое явление, что слова одного языка с точки зрения произношения другого языка звучат очень смешно. Не исключением стал и итальянский язык. Есть в итальянском языке такой глагол как абоссары, который переводится как опустить. Конечно же в прямом смысле, но если его употребить в том смысле, в котором подумали вы, абоссары, то смысл опустить тоже сохраняется. Другой смешной глагол это мандары. Вот одна моя девушка-ученица отказалась воспроизводить форму этого глагола в третьем лице. Сказала, я этого произносить не буду. Видимо, потому что в третьем лице он произносится как манда. Ну, видимо, она еще не запомнила, куда ударение ставить. Другое смешное слово итальянского языка это пупилла. Где твоя пупилла? Покажи мне свою пупиллу. Переводится как зрачок. Довольно безобидное слово. И наоборот, некоторые слова русского языка очень смешно звучат на итальянском. Например, не повезло тем девушкам и женщинам, которых зовут Галина. Потому что по-итальянски Галина это курица. Если вас зовут Галина, то откажитесь от изучения итальянского языка и не связывайтесь с этой страной. Выберите какую-нибудь другую. Например, Египет, Арабские Эмираты или Турцию. Турки, между прочим, хорошие мужики, выращивают вкусные помидоры. В конце концов, Италия не резиновая. Убрякко значит пьяный по-итальянски. Видимо, русское слово брякнуться произошло от этого итальянского слова. Наверное, приехали итальянцы в Россию, были пьяными, говорили Сону брякко, сону брякко и брякались на пол. И наоборот, русское слово пьяный похоже на итальянское слово пьяно, что значит тихо, плавно, медленно. Ну и действительно, пьяный человек, он тихий, плавный и медленный. Как будет корова по-итальянски? Конечно же, ну-ка, потому что корова говорит ну. Наши люди, когда ездят за границу, зачастую не учат язык этой страны. И вот однажды три русские девушки поехали в Италию и пошли в ресторан покушать. И по привычке, значит, когда их на входе встречает мэтр, ну, естественно, чтобы разместить, посадить там за какой-то стол, говорят, по-русски, конечно, нас трое, нас трое. Ну, говорят, естественно, громко, чтобы их поняли. А мэтр им, а, сьете трое, сьете трое. Они говорят, си, си, трое, трое, трое. Типа нас трое. Но дело в том, что в итальянском языке есть такое слово, как трое. Это то же самое, что и путана, но только та, которая денег не берет. А если его поставить во множественное число, то есть вместо окончания а поставить окончание е, получится трое. И вот она нам говорит, си, это трое. А они говорят, да, да, трое, трое. Есть такой город в Италии, называется Сассари. Но наши люди, когда произносят это слово, нарочно переставляют ударение и говорят Сассари. Сассари. Я поехал на шопинг в Сассари. Я поехал пошопиться в Сассари. Единственный город в Италии, который начинается на букву Д, это Домодоссало. Ничего смешного, но я когда это слово слышу, почему-то вспоминается Домодедово. Домодоссало, Домодедово. А вы знаете, какой самый русский город в Италии? Это город Путиньяно. И находится он на юге в регионе Апулья. Любое итальянское слово, если использовать его в качестве названия, марки или бренда, звучит очень красиво и благородно. Представьте себе магазин брендовой одежды Спацатура. Столешников переулок, вот здесь Прада, здесь Сальваторе Феррагамо, Луи Виттон и рядом Спацатура. Ты где одеваешься? В Спацатуре? Это моя новая сумка от Спацатуры. Ты видела последнюю коллекцию от Спацатуры? А переводится Спацатура как мусор или помойка. Самый смешной глагол итальянского языка, это глагол запрещать, проибире. Давайте попробуем просклонять его по лицам. Io proibisco, tu proibici, lui lei proibisce, noi proibiamo, voi proibite, allora proibiscano. А вот если сказать такую фразу на итальянском, как я запретил мой телефон, она, конечно, не будет иметь смысла, но смотрите, что получается. Ho proibito il mio telefono, dove il mio telefono, l'ho proibito. Очень интересно и забавно брать русские слова и вставлять их в итальянский язык, например, глагол бухare. Почему у тебя болит голова? Эээ, abbiamo бухато tutta la notte. Carissimi miei amici, vi ringrazio d'attenzione e mi ragomando. Мettetemi un grosso piace, iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo dopo. Ciao! Ciao!